Всем привет, ребята! Смотрите, что я вам сегодня расскажу. А расскажу я вам то, что приобрел я вот такие крышечки. Крышечки для карбюраторов K68. Смотрите, как они подорожали в свете последних событий. А буквально еще две недели назад эти карбюраторы стоили 2500 рублей за пару. Но брать новые карбюраторы только лишь из-за того, что развалились пластиковые крышки, по-моему, нерационально. А металлических крышек днем с огнем не сыскать. Когда-то они выпускались в компании Пекар, но теперь, к сожалению, увы, их нет. Нет крышек, нет пекаровских карбов. А есть китайские. Но, судя по отзывам с Алиэкспресс от покупателей, иногда эти карбюраторы приходят уже с разломанными крышками. В общем, я стал искать альтернативу. И я нашел единственного продавца на Авито, который реализует свои крышечки, изготовленные, как бы выразиться правильно, кустарным способом, за 1300 рублей пара. Я заказал, и вот они пришли. Осталось только нарезать резьбу, которая не предусмотрена на трубочках, стоявших в пластиковых китайских крышках. Но это дело 5 минут. Итак, резьба нарезана, дело сделано. Пошли устанавливать на мотоцикл. Что из себя представляют стандартные китайские крышки? Вы это видите. Она ломается, лопается. Сама по себе. Не говоря про то, что иногда случайно дети, особенно, залезая на мотоцикл, могут наступить на эту крышку, и она ломается. В общем, китайская крышка никуда не годится. В отличие от тех крышечек, что я сегодня получил по почте. И, по-моему, 1300 рублей за такое качество и надежность, это очень даже нормальная цена. Вот так вот она стоит на карбюраторе. Вот так вот она смотрится. Ну что ж, братцы, я продолжаю заниматься мотоциклом, а вам рекомендую обзавестись подобными крышками. Спасибо мастеру их изготовившему. Я доволен. Теперь я могу кататься на Урале по лесам и полям, не беспокоясь за состояние крышек карбюратора. Проблема решена. Всем, кто досмотрел это видео до конца, огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был X-Bro.